В СССР в 1919 году. В современной России субботникам называют любую работу по благоустройству территории, проводимую не специализированными организациями, а сотрудниками государственных и частных предприятий. И что интересно, сейчас субботники не всегда приурочены к этому дню недели. Так получилось и с субботником, организованным Советом депутатов Ленинского района. Проводили они его в минувший четверг. Депутаты традиционно убирали территорию за 82-м домом по улице Школьной и были поражены количеством пустых бутылок и банок. Мы можем еще и еще выйти. Дело не в этом. Сейчас немножко погода еще, я на склон полез, еще внизу лед, практически на склоне трудно убрать, потому что туда к озеру качешься. Я думаю, когда подсохнет, можно здесь еще раз пройти. Но в принципе, конечно, жителям надо обращаться. Это их территория. Красивейшее место же по большому счету. Озеро, склон, если привести его в порядок, они же сами для себя будут жить красиво, в хорошей красивой обстановке. Присоединиться к депутатам и привести в надлежащий вид территорию решили и работники Ленинского местного отделения партии «Единая Россия». Совместно они убирали зону вокруг почты, склон пруда, детскую площадку, местность у гаражей. К сожалению, мусора меньше не стало. Гаражане по-прежнему выбрасывают его в неположенных местах, хотя вокруг достаточное количество урн и мусорных контейнеров. Лучше поднять, убрать и не откладывать, допустим, когда у нас снежочек растаивает и называется все подснежники наши, все прелести выходят наружу. Прелести в кавычках, сами понимаете. Но все-таки живут в нашем районе неравнодушные граждане, которым не все равно, каким будет внешний облик поселений. Одной из них является общественная организация «Молодая гвардия». Мы, молодые гвардейцы, как пришла весна, начали убираться. И будем периодически это делать, поддерживать чистоту. Ну и считаем, как призываю всех жителей Ленинского района, соблюдать чистоту в нашем районе. Сейчас убираются организации и предприятия. А вот общерайонный субботник состоится 18 апреля. И у всех сознательных граждан будет возможность внести свою лепту в уборку своего поселения. Юлия Богосян, Алексей Иванов, Евгений Садовский, Видное ТВ.